Валерий Заложный на передовой и впервые опубликовал видео с работы штаба, а еще продемонстрировал интересный патч на бронежилете. Какие сюрпризы и неожиданные направления для наступления ждут российских военачальников? Смотрите далее. Главнокомандующий ВСУ Валерий Заложный посетил передовую и впервые опубликовал видео оттуда. Вместе с начальником генштаба генерал-лейтенантом Сергеем Шепталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи, где идут самые ожесточенные бои. Показаны кадры из нескольких штабов. В одном из фрагментов видна табличка с датой 17 июня 2023 года. В России уже более месяца распространяют сообщения о том, что Заложный был или тяжело ранен или убит в мае. А Путин говорил, что Заложный за границей. К слову, украинский военный эксперт Олег Жданов тоже распространил фейк о том, что Заложный якобы отстранен от исполнения своих обязанностей. И сырский, и торнавский генералы регулярно прибывают на передовой, познакомятся с ситуацией непосредственно. На театре, потому что не все видно из штаба, не все видно из Киева. Это их работа. С другой стороны, очень много появилось спекуляций в Заложный, где-то за границей, но он точно знает, но не уверен в этом. Вот Заложный ему показал, что йода с нами, с нами сила. Главком продемонстрировал интересный патч на бронежилете. Это малыш йода, что символизирует фразу «Да будет с тобой сила». Скажите это по-английски, вы понимаете, что четвертое число – это как раз шутка, это такой намек, может, на какую-то дату даже. Заложен смысл, это такая, ну, трошечки потроллили наших врагов. Ну, пусть, пусть, пусть злятся. Если перевести фразу из «Звездных войн» на английский, то получим «May the force be with you», что как бы намекает на 4 мая, как раз когда началось контрнаступление в ИСУ. И в будущем эта дата войдет в историю. Юмор и иронию сложно представить, если бы на месте Заложного был, например, русский генерал Герасимов. Это разные поколения. Герасимов и Ижи с ним – это поколения, которые помнят кремлевских старцев. Целоваться Брежневу с Ходокером – это нормально. Шутки могли быть только о Брежневе, а не Брежневу о себе. То же самое и касалось высшего генералитета. Это неприкасаемые, это небожители. Народ для них – пыль. Как говорил генерал Жуков, бабы нарожают. Личный состав – это не люди, это солдатики, которые можно двигать. В вооруженных силах Украины совсем другое отношение. Валерий Заложный сообщил, что российское военное командование пытается не допустить продвижения подразделений ВСУ. С этой целью они развернули систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и множеством резервов. Несмотря на яростное сопротивление оккупантов, украинские воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Рассматриваются все мелочи и рассматриваются несколько вариантов. Если враг так сделает, если, например, он взорвёт Каховскую станцию или не взорвёт Каховскую станцию, как мы будем действовать в случае, если взорвёт? Это тоже прорабатывалось и так далее. Как мы будем действовать, если враг применит, например, химическое оружие? Как мы будем действовать, если враг применит ядерное оружие, тактическое? То есть все варианты, возможно, прорабатываются, анализируются и готовятся к боевому распоряжению, общее и детализированное на каждое подразделение, и все знают, что им надо делать. Некоторые военные обозреватели публично выступают с тем, чтобы Валерий Залужный сформировал кулак, нанес мощный удар, и тогда ВСУ бы продвинулись на несколько десятков километров. Но эта тактика положит тысячи жизней, объясняет Алексей Гетьман. Поэтому Валерий Залужный использует гибкие методы, чтобы максимально сохранить личный состав и технику. Это была бы красивая картинка, в результате которой нам потом пришлось бы приходить опять в оборону. Поэтому так никто делать не будет. Мы действуем согласно четким тактическим правилам, которые в том числе соответствуют тактическим правилам ведения боя стран НАТО, хотя у нас они более совершенные, и уже натовские генералы кое-чему учатся, учитывая опыт наших боевых действий непосредственно на поле боя. Ряд западных изданий выступили на днях с несколько парадоксальным заявлением, что Украина сейчас не имеет стратегической внезапности. Это вызвало непонимание у украинской аудитории. Тем не менее, присутствует фактор оперативной внезапности, объясняет Павел Лакийчук. О том, что Киев переходит к контрнаступательным действиям, было известно давно. Об этом анонсировали и в Минобороны, и президент Зеленский. Есть Мариупольское направление, есть Бердянское направление, то есть конечными точками указываются побережья Азовского моря. Это, ну, такая своеобразная демонстрация, да, открыто наших целей и задач, в том числе и для противника. А вот как это будет реализоваться, для противника остается загадкой. Он менжуется, он нервничает, перебрасывает резервы туда-сюда, делает ошибки. Силы обороны продвигаются на таврическом направлении, об этом сообщил командующий Тарнавский. За последние сутки россияне потеряли более пяти рот. Уничтожены и повреждены 46 единиц военной техники РФ. К слову, в Мариуполь прибыло пополнение оккупантов. Это может быть запорожское направление, выход через Пятихатки, выход на Энергодар и блокирование запорожской станции. Но это ожидаемо, это, скорее всего, не сюрприз. Посмотрите, он перебрасывает свои силы как раз опять на то, там, где ушла большая вода, на левый берег Днепра, возле Херсона. Он ожидает там наши активные наступательные действия, но он не знает точно, и мы не знаем точно. Ну, знаете, неожиданно может быть атака в тыл через Белгород, например. За сутки ВСУ продвинулись на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Малер, на этом направлении враг перешел к обороне, пытаясь удержать позиции. Боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействуют десантно-штурмовые отряды. Каких-то сенсаций не будет. Будет тяжелая битва, мы только ее начинаем. Но через несколько недель, очевидно, возможны серьезные изменения на поле боя, которые уже закладываются сейчас в ходе боев за линию обеспечения, за первую линию обороны. На сегодняшний день войска РФ несут в 5-10 раз больше потерь. Это при том, что ВСУ наступают. Валерий Залужный в штабах на передовой мог обсуждать контрбатарейную борьбу, которую сейчас ведет украинская армия. Мы уничтожаем артиллерийские системы врага и уничтожаем коммуникации железной дороги, потому что именно по ним основные перемещения ВОСК используют железные дороги. Вот именно они, направления Мелитополь, Бердянск, Волноваха, вот эти места везде, на юге, они находятся практически под нашим многим контролем. К слову, железнодорожное полотно Керченского моста до сих пор не могут отремонтировать. Обеспечение для российской армии перемещают только по трассе. Это тоже одна из тактик ведения войны украинских командиров, объясняют эксперты. Вооруженных сил Украины выманивают вражеские оперативные резервы сюда, на чисто поле, перед его линией обороны, основной линией обороны, они снимаются, резервы со второй, с третьей линии обороны, частично уже из первой линии обороны, в линию обеспечения и здесь максимально нанести поражение. Здесь их уничтожить легче, чем на дальних подступах, на укрепленных рубежах, которые нас ждут. Фактически мы смешиваем карты, ломаем ту структуру, тот план обороны противника, который он себе нарисовал. Визит заложенного на передовую также имел цель и поддержать моральный дух украинских воинов, считают эксперты. Это для российской армии невероятно, невозможно. В нашей армии это норма. Начальник, ты или солдат, или главнокомандующий, ну в общем-то разница у вас только на погонах. Вы все в одной форме, в одинаковых трусах, в одинаковых носках защищаете вместе Родину. Украинские войска в последние недели ведут наступление главным образом на южном участке фронта в Запорожской и Донецкой областях. Сообщалось об освобождении нескольких населенных пунктов. Главная линия российской обороны, по сообщениям, прорвана не была. При этом Валерий Заложный в ходе своей поездки на передовую отметил, что операция продолжается по плану. Нам важно знать ваше мнение, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями.